всех приветствую мои родные любимые сердцем дорогие христолюбчики братцы и сестры во христе и все люди на земле всех приветствую всем желаю всего самого доброго и светлого чистого радостного и мирного во все сферы вашей жизни семьи в дома прежде в сердца в душу в ума конечно в умы конечно же ну и здоровье в тела чтоб все было хорошо мы с вами продолжаем цикл видео о христианском мировоззрении на йогу основанием для которых из комментарий елены о том как я отношусь христолюб к практике йоги и могут ли йоги с вопросом камней могут ли йоги могут ли христиане заниматься восточным искусством на эти вопросы мы отвечаем в каждом видео проходя все ступени и практики йогического учения сегодня мы с вами добрались до десятого шага первые ступени йоги яма йога до десятого шага или добродетели как хотите это шауча чистота что же это такое на сайте традиция надхов мы с вами об этом почитаем сейчас шауча очищение тела ума и речи ну начало хорошее в шаучу тело входит много элементов садханы садхана средства для достижения цели стремление к духовной цели самоусилие духовная практика религиозной и духовной дисциплины например паджа йога медитация джа паскетизм то есть в шаучу тело входит много элементов разных практик например нужно очищать мантрой асанну как видите здесь даже при чтении помните я говорил что я не буду все эти слова здесь можно прямо на каждое слово наводишь всплывают еще комментарии этих не переведенных да на русский можно сказать слов мантра священный слог имя или комбинация слов обычно на санскрите требующая точно воспроизведение звуков оказывает существенное влияние на разум эмоции даже на внешние предметы считается источником божественного асанна устойчивого положения тела которые йоги мог контролировать прану ум и чувства то есть в шаучу тело входит много элементов то есть в очищение давайте сразу русским языком будем до в очищении тела входит много элементов практики например нужно прибыть приходится на русский переводить это нужно очищать некими песнями положение тела на который сидя повторяется ну вот это шутку джапу повторение мантры получены при дикше и других имеющих отношениях к вашей нитья садхни ну то есть при которой ты все это так скажем зацикливаешь совершать омовение после сна вот что такое очищение тело а также шат кармы пхута шутхи и так далее очищение речи ну ладно все не будем с вами читать это уже это мы с вами очень много до очищение ну тут про разное очищение до разные части тела и так далее очищение речи через мауну что такое мауну тишина безмолвия молчание как в сдержании от речи в течение выбранного периода времени как тишина в сознании ментальное молчание старайтесь в речи избегать аппаратах оскорбление божеств священных мест писаний гуру то есть учителя и тому подобное ведет к духовному падению по отношению к учителям и божества для очищения ума оптимальный вариант манисака пуджа буджа в уме почитание через ум почитание какой-либо из форм бога совершаемое в уме в манасика пуджи все подношения упачары визуализируется и мысленно по подносится божеству ну то есть какие-то по сути это такой я представляю божество и как я ему делаю какие-то подношения вот что это такое да ну что вам сказать скажем по поводу шауча давайте еще тут же был другой источник тоже уже дочитаем и тогда я поговорю друг по другому источнику это омовение различных частей тела купание в чистой воде питье чистой воды дыхание чистым воздухом принятие чистой пищи в чистом обществе соблюдение необходимых правил здоровья и гигиены и так далее все эти процедуры необходимо выполнять для очищения тела в конечном счете чистые мысли эмоции желания и наклонности должны быть направлены на очищение ума ну что тут можно сказать и согласен не согласен причем все это надо еще больше углубляться в учении конкретных причем учителей йоги я могу лишь своими словами сказать и если йога шауча ступени шаг шауча на ступеньке яма йоги это то что я сейчас подразумеваю то что я думаю что как живую как исповедую как благовествует то конечно же мы дадим этому шагу положительные положить на оценку если нет то конечно же не дадим по поводу чистоты но тут опять такое знаете все таки здесь речь идет грубо достаточно речь идет прямо точнее не грубо прямо телесной чистоте просто видите как это же цитата тоже из неких источников и сказано что конечно же все это тоже по сути даже средства для того чтобы ты очистил ум до очистил свою жизнь душу то есть чувства и ум то есть мысли и здесь речь пойдет о чистоте тела потому что чистоты мысли чистоты сердца об этом мы в принципе договорили когда говорили о таких добродетелях как сострадание это что не очищает сердце конечно же ощущение очищает милосердие терпение тогда это есть чувство свойства человеческой природы мы с вами как раз очень много достаточно прочитали на эту тему разных вот шагов до добродетели по поводу мысли все это нас ждет впереди а вот по поводу тела я скажу свое мнение конечно же человек я всегда это проповедую одну известную всем фразу кто помню чехов до сказал человек должен быть прекрасным во всем и здесь я полностью согласен знаете несмотря на то что сам иисус христос бог пришедший во плоти иногда нам кажется его чуть ли не каким-то замухрышкой рисует на разных картинах или чуть ли не иконах там ортодоксальных то я убежден что иисус таким не был до иисус не ходил в дорогих льняных одеждах до иисус просто одевался до иисус путешествовал и может быть по несколько дней как и нам всегда бывает мы тоже куда-то путешествуем я тоже куда-то к ней ездил я помню мы с ладивостока ехали две недели на машинах и конечно же разные ситуации бывают в жизни но кстати в том же самом евангелии мы видим как иисус всегда и его умывали его мыли ноги голову да то есть это неспроста когда обратишь внимание сконцентрируешься внимание на тех случаях ты понимаешь что иисус всегда держал себя максимум по возможности понятно они где-то в пустыне идут в пути ну да он не такой брезгюля как там да какой бог богат что там ногу свою не спустит с этого сносилок на которых его там рабы тащат или с повозки на которые его везут вот то есть иисус был действительно самим олицетворением от этой простоты да не брезгливости и так далее потому что богом создан так скажем да ну понятно никто какашками мазаться нормально человек не будет я надеюсь меня все понимают о чем я говорю вот и чистота тела вот того же самого знаете вообще ухаживание за телом это нормально к сожалению в том же самом псевдо христианстве как я его называю там тоже такие лютые перекосы что за голову возьмешься да и ним и не бреются и не стригутся причем я не против если человек это делает знаете вот как раз из каких-то не религиозных соображений а собственных ну нравится ему сейчас длинные волосы мужчины то либо женщины либо наоборот женщине нравится теперь ну понятно обычно мужчина с короткими женщинами допустим наоборот ну нравится ему или какая-то причина побудила это сделать да женщины часто стригутся коротко потому что за долгое время чрезмерного назовем ухода когда они там краситься насколько я вот в этом соображаю слышал помню о приобщении все-таки я не с луны свалился все мы на одной земле с вами живем да и там естественно волосы уже их портят с одной стороны всеми этими красотами когда красят жгут там их так далее на 20 грубо говоря делают короткие стрижки даже потом заново отрастают да ну мужчин разные тоже подвиги бывает отрастить волос умел самого были такие волосы и такие волосы разные были волосы до всяких стрижек под полно модных немодных и так далее особенности брать все от юности до поэтому конечно же уход за собой обязательно нужен вы знаете человек должен быть прекрасен во всем и если мы опять все это рассматриваем через призму любви ну как ты будешь доставлять мы с вами уже надеюсь договорились я лично понимаю не знаю как вы что любовь это радость доставление радости а радость доставляем и через все человеческие чувства органы которыми он может эти чувства испытывать нос глаза уши слова тактильное ощущение и прочими чувствами тем же сами души но принципе это уже все вглубь проходит через тело да вот и принципе основных чувств всем известно 5 вот хотя понятно все это можно немножко дробить более мелко вот но как мне будет приятно с человеком как он не радость доставит если от него воняет за километр если он выглядит настолько действительно вы же все видели людей которые там пьют уже да просто помрачение как они выглядят они идут по улице на него смотреть жалко ну как он не может радость достать мне хочется его не знаю что с ним сделать но чтобы он стал нормально что это не норма это ненормально его вид не то что там брезгую или вот и гнуша всяком но конечно же неприятно вот эти бог есть красота эти чувства нам присущи люди доводят себя просто до безумного состояния поэтому да одно дело палку перегибать когда ты готов там какие-нибудь просто все этот покупается все брендовая когда да там она же дорогой и мы прекрасно знаем что платит просто за бренд это развод в основной своей массе просто платим за бренда как говорят точно такие же духи есть и неизвестной карпа какой-нибудь компании известны просто за 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 бренд за свой в которой она кучу миллионов буховала в бренд в рекламу своего бренда да и когда раскрутилась стала эти деньги отбивать только за счет того что стал свой товар за космические суммы продавать если человек покупая это да мог быть деньги потратить на нуждающихся на какие угодно добрые дела даже относительно своих близких и так далее вот купить то есть такой же флакон обычных духов просто неразекламированные компании это касается одежды всего вот но человек должен выглядеть опрятно человек должен меняться все вот эти украшения там женские мужские какие-то это касается и таких навечных как татуировки и временных каких-то украшений кольца сережки там косметика это женская да ради бога если это радует человека да все надо делать во первых все конечно помимо тоже надо тут иметь вкус какой-то его в себе тоже воспитывать что-то практиковать от нехорошего с тебе это не идет не важно что кому-то это идет этот тренд тебе не идет не надо это делать будь собой делай что тебе нравится и нравится твоему близкому окружению чтобы радовать это окружение вот ну здесь немножко видите уклонился тему так развил давайте уж тогда сожмем уже поговорили чуть-чуть все здесь касается конкретно конечно чистоты тела так скажем хотя ну как видите в более другом источнике тут мы с вами прочитали такие речи как омовение различных тел купание в чистой воде питье чистой воды дыхание чистым воздухом принять чистой пищи то есть это слово чисто 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 все время ну помимо того что это тебе собственно будет хорошо ты от этого буш кайфовать то есть опять вот это вот какие-то внешние заповеди прописные бога нет конечно всем хочется питаться чистой пищей они грязной водой чистую пить они отравленную зараженную химическую дышать чистым воздухом они к выхлопной трубе ноздрю и плеве прилипнуть понятно дышать невозможно попробуйте вдоль вон трассы про пройдитесь на карте гугла даже вдоль трасс такой смог видно реально я сам видел мне отец как показал я так удивился вот то есть на снимке вокруг трассы стоит смог ногу на снимке там вот этому сказать этих со спутников да понятно мы вокруг не ходим чего хорошего и и когда ты гуляешь в лесу в чистом воздухе да конечно же разница огромная вот но это вообще самому человеку знаете убеждать человеку что ему нужен чистый воздух чистые то да вот но хотя опять же да мы доходим до такого безумия что вот опять вот вот ну я еще раз опять по кругу ну что такое заповеди что такое добродетель это же нужно сможет сделать тебя счастливым самого сделает счастливым вот а сделать я счастливым ты сделаешь вокруг себя людей счастливыми точно так же поэтому конечно же ну что если тебе самого тебя уже неприятно если сам на себя зеркал от воняет если сам на себя зеркало смотришь сам себе противен вы знаете конечно все это извращают люди недалекие я бы сказал духовно вообще не развитые о это самолюбованию все больше двух секунд зеркало посмотрел это самолюбование ну там выру просто фанатики да человек может долго посмотреть что у нее все ли в порядке еще раз посмотреться под заправиться это же хорошо человек который следит за собой он значит игру любит ближнего потому что он ему вы же поймите мы все вот я опять про об этом опыте расскажу для чего нужно познать себя когда-то хочешь никуда мы все знаем мы когда ну в этой жизни этого не было там теряем близкого мужа жену детей старость наступает когда на пятки нас перестают все эти вещи интересовать казалось бы да когда-то один когда не с кем разделить эту радость и никто с тобой ничего не делит человек остается один как на себе забивает полностью перестает вот и бриться мыться да все это как-то смотреть там за домом дом зарастает у человека он ничего убираться перестает чистая комната должна быть должна быть место жилища чистая тело должно быть чисто до одежда должна быть чистая до жилье должно быть чистым конечно место работы твое должно быть чистым конечно а А почему этот человек начинает, когда вот начинает он, один остается, вот он на себе забивает? Да вот именно поэтому. Потому что никто не оценит его. Есть перекос, я согласен, вот именно, что если человек за другими добродетелями в себе не смотрит, если он на себя действительно в зеркало стоит и нацистически, правда, любуется, он не потому, что смотрит, чтобы все высмотреть, точно ли все правильно, точно ли все хорошо у него. Потому что кто-то на это посмотрит и кто-то расстроится, что у него что-то там висит или помет. Он хочет выглядеть хорошо, чтобы радовать человеческих глаз. Если, конечно же, он любует за собой в зеркале. И то, тут надо понять, любовь, Иисус сказал, возлюбив ближнего, как самого себя, любовь к себе, невозможно никого полюбить, если ты не любишь себя. Поэтому, в принципе, ты в зеркале смотришь, красавчик. Это нормально. Но не вздумай, что ты красавчик, вот так нос задрать и всем говорить, что ты красавчик. Да, поэтому целуйте мне туфли. Ты просто радуйся, что ты красавчик. Вот и все. И знай это, потому что это именно так, и ты в зеркало это видишь. Ты умный, ты, конечно, умный. Скажи сам себе это, да. Иногда это полезно даже сказать, если тебя все гномят, что ты идиот. Причем несправедливый, вот именно. Скажи себе сам правду, если вокруг одни враги тебе на данный момент в твоей жизни. Или как, может, и не одни, но сейчас нет близкой поддержки, да. У нас же никто не знает, тебя по интернету травят, но у тебя есть друзья. Но они же не знают, что тебе сейчас надо именно это слово сказать. Скажи сам у себя, скажи, ты красавчик. Вы же поймите, где вот это, знаете, настолько мы, люди, уклоняемся в какие-то безрассудные вещи, никак ничего не состыковываем с жизнью, с реальной, простой бытовой жизнью. Многим нравилась моя фраза, что любовь, она в бытовухе. Каждый день. Вот в этих простых мелочах. Не в этих созерцаниях, о которых мы с вами еще и в этой йоге дойдем. Не в этих вот этих вот, я там по часам ем по минутке, два финика и три орешка. Да не в этом. Любовь-то. Кому это вообще любовь-то? Любовь, она в бытовухе, в простой вещах. Вот в этой свободе, раскрепощенности, когда люди просто общаются. Меня все время тыкают за то, что я тыкаю всем. Мы с тобой на ты не переходили. Я говорю, ты вообще-то Богу тычешь каждый день, если ты молишься. Или ты ему говоришь, вы, Господи, простите меня, пожалуйста. Ты говоришь, Господи, помилуй меня грешного, как вы там православное. Значит, Богу ты тычешь. Вы все так любите все петь, что он там царь недостижимый. А мы с тобой на ты не можем общаться. Тем более, если ты обычно считаешь меня грешником и там не мозг выносишь. Так тем более, мы с тобой на ты спокойно общаемся. Вот любовь, она в этой простоте. И вот эта вот чистота, она же приятна самому человеку. Я говорю, зачастую мы заквашиваемся вот этими какими-то бредовыми, честно. Ничего не имеющими общего с жизнью. Вот этими религиозными фантазиями или чьими-то мнениями, чьими-то практиками. Применяя к себе, нам это не идет. Вот это учение. Мы начинаем через себя выдавливать ток, потому что порой соблазняемся на авторитет какой-то этого человека. Что, ой, ну вроде он гуру, вроде там профессор семинарию закончил. Вроде там святые батюши каких-то старичков почитал. Да, или бабьи басни поизучал. А сами себе честно отвечайте, что ну это же бред, я же понимаю, что это бред. Вот, там эти монахи, я говорю, мешок из-под картошки вот так вырезали и надевали на себя. Ну и что? Ну ходить в этом мешке из-под картошки. Какая радость. Ну какая будет радость мужчине. А касается, что семейных людей. У семейных людей есть дети. Да даже не семейные люди. У не семейных людей есть, ну в смысле не семейных, что у тебя жены, там мужа нет, может родители есть. У тебя есть дети твои, может быть сестры, то есть племянники, там еще кто-то. Родители, друзья есть. Ну что ты теперь, если у тебя мужа, жены нет, вонять должен, что ли? Конечно нет. Так что не знаю, а вообще говорить о таких вещах, мне кажется, конечно же, зачастую глупым, пустым, а оказывается, что нет. Действительно, некоторые вещи узнаешь, учения, мысли, мировоззрения, в том числе проповедник, учителей и тех людей, которые на них ведутся, и диву даешься, до какого безумия и маразма доходят. Конечно же, чистота, чистота символ чистоты. Чисто, светло, хорошо, так значит так должно быть во всем у святого человека. Он не может быть, лишь бы добрый там был, да, или он может вонючий, но он там бомжам помогает тоже. Ну почему нельзя бомжам помогать, будучи чистым из тебя есть? Ты же им хочешь, их тоже хочешь помыть, отмыть, делаешь, может быть, какие-то условия, может быть, приглашаешь их куда-то. Мы когда любой дом строим, почему-то мы там туалет начинаем, ванну строить, нормальные люди, конечно. Чисто. Все эти слова чистота совершенно, да, чистый сердцем Бога узрит, это я сейчас для христиан говорю. Слово чистота мы здесь с вами сколько раз прочитали? Чистой воды, чистого дыхания, чистый воздух. Все говорит, чистое сердце. Конечно, ну я говорю, это мы не забываем, естественно, о душе, о духе, но и о теле, вот как мы просто сегодня о теле много говорим, потому что вся эта добродетель Шауча вроде как так вот тоже именуется. И действительно христиане, к сожалению, мне хочется им сказать, этим пренебрегают. И вот если в этой Шауче заканчиваю я свой монолог, если это Шауче вот об этом, что действительно, да, все это, во-первых, это и символ, это и подоплека к душевной чистоте. Человек, который, это вот о спорте сегодня еще не говорили, и я, не было пока повода, да, мы с вами поговорили о еде, вот те же самые физические упражнения. А, ну мы с вами ждем еще до практики юги, да, вот там поговорим, что-то я, простите, затупливаю, да. И вот о чистоте тела, то же самое, да, что чистота везде, значит, чистота у тебя и внутри такая, значит, это внешнее проявление тебя. И можно задуматься, если ты такой неряха в жизни, к телу, как мы говорили, к одежде, неряха, грязнуля, к жилищу, к своему, к месту работы и прочее, 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 к автомобилю. Это говорит о том, и у тебя и внутри то же самое. Ты так относишься и к духовным вещам, и к душевным вещам. Это железно. Потому что человек одинаков во всем. Это его проявление, его внутреннего ума, внутреннего духа, состояние. Мы, в принципе, здесь с вами об этом тоже прочитали, да. Конечно, счеты, чистые мысли, эмоции, желания, что тут было, вот написано, наклонности должны быть направлены тщения ума. А, ну где-то мы с вами прочитали, что и наоборот. Ну, а если нет, то я сам добавлю, не суть важна. Так что вот так вот. Поэтому мой, конечно же, призыв, проповедь. Я говорю, и, конечно же, в Евангелии тяжело сослаться на много подобных призывов. И даже в поступках Иисуса Евангелия так удивительно написано, что, в принципе, мы об Иисусе не знаем внешне почти ничего. Ни как он выглядел, ни как одевался. Совсем маленькие-маленькие мы крохи находим, да. Все в дохристианстве запрещают оккупации в каких-то речках, в морях. Говорю, там, в ортодоксе запрещают чуть ли не мыться там неделями. Монахи там годами не моют, потом они, типа, такие чистые, воздушные, только потому что они святой душой. Это бред. Это любят только в книжках писать. Так что вот так вот. Так что очищение, да. Ну, в принципе, все, что мне хочется сказать, заканчиваю ответом, как всегда, на вопрос Елены о том, что такое йога мы с вами поизвечали. В частности, сегодня добродетель Шах Шаучи, Яма-йоги или просто одной ступени йоги, первой ступени йоги под названием Яма. Но если это то, о чем я сегодня говорил, то я с йогами согласен и поддерживаю. Потому что сам я, конечно же, без перегибов стараюсь следить за чистотой тела своего, одежды своей, жилища своего, вещей, которые у меня есть, инструментов там, неважно, да, машины сейчас у меня там нету, чего еще, рабочего места, но в основном я сейчас дома, где бы я ни работал, да, я всегда стараюсь, чтобы всегда было чисто, аккуратнее. Все вокруг, может кто-то приедет и увидит меня, скажет, насмотрю, а тут, конечно, может не до фанатизма, иногда я могу что-то полениться, что-то оставить, бывает, нездоровиться. Но в основной своей массе вряд ли кто-то попадет ко мне куда-то в гости или увидит меня вживую и скажет, что я прям чучушка замасканная, да. Это вряд ли. Так что если йога об этом, то я, конечно же, надо такую шаучу. Можно, нужно, можно эту шаучу практиковать христианам не можно, а нужно обязанным. Христианин должен быть красив во всем, чисто во всем, если хотите. Сегодня это более будет уместно слово. Так я считаю и действительно рекомендую настоятельно, да, естественно, в шауче подвязаться христианам, то есть действительно следить за собой и за миром вокруг себя, какой ты созидаешь, очищать его одним словом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok